Продолжение следует... Сегодняшний вебинар посвящен максимальному извлечению золота в цикле суркционного выщелачивания с применением процесса Альбион. Представляю нашу ведущую Анну Петрову. В настоящее время Анна работает в московской группе развития бизнеса компании Glencore Technology, регион ее ответственности, Россия, СНГ и Европа. У Анны более 15 лет опыта работы в горной промышленности с упором на инновационные технологии и переработки минерального сырья. Во время презентации вы можете задавать возникающие вопросы, используя кнопку внизу экрана. В ближайшем будущем вы получите ссылку на запись вебинара. Спасибо еще раз. Передаю микрофон Ане. Всем добрый день. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Юлия, благодарю за вступление. Перейдем сразу тогда к вебинару. Сегодня мы поговорим о вашей золотоизвлекательной фабрике, о вашем золотом руднике. И мы анализируем, где вы находитесь в фактическом цикле производства золота на вашей фабрике или в цикле разработки вашего рудника. Когда вы запускаете рудник и начинаете отработку вашего месторождения, вы получаете доступ к кисленным рудам в верхней части вашего рудного тела. Поэтому вы получаете легко обогатимую руду. И здесь у вас есть достаточно хорошее извлечение через стандартный цикл сорбционного ционирования. То есть извлечение сохраняется на достаточно высоком уровне. В целом легко получить доступ к золоту и извлечь его. Но когда вы отрабатываете рудное тело дальше, то есть идете вглубь, вам, возможно, даже придется перейти на подземную отработку, вы начинаете двигаться от этой легко обогатимой руды, легко обогатимой окисленной руды в переходную зону, в транзишн зону, она здесь обозначена, когда извлечение может немного упасть. Причина, по которой это происходит, зачастую это тот момент, когда начинают встречаться сульфиды в питании. Именно здесь вы можете увидеть снижение значения золота. И если вы будете отрабатывать все дальше и дальше, в углу природного тела мы сможем увидеть дальнейшее снижение значения золота. Через стандартный цикл CIL опять же. И речь сегодня пойдет о том, какое решение может быть использовано здесь для того, чтобы поддержать изучение на высоком уровне на всем протяжении отработки месторождения. Сегодня мы поговорим о том, как повысить изучение в цикле сорбционного церанирования или в цикле CIL. Начнем с самого начала. У вас есть месторождение, рудник. Вы получаете доступ к легко обогатимой окисленной руде и можете получить более высокое изучение с помощью стандартного цикла церанирования. То есть можно использовать только цикл CIL. После цикла CIL вы можете извлекать золото, получая необходимую прибыль. И на данном этапе изучение будет максимально высоким. Затем, через несколько лет, после начала отработки месторождения или, например, в случае, если вы анализируете, какая руда будет через 5 лет, готовите пробу, проводите стандартное тестирование сорбционного церанирования, чтобы понять, какое излечение будет, какое излечение можно будет получить. Вы поймете, что попали в переходную зону с сульфидами. Опять у нас Transition Zone. Будет ли это тем самым моментом, когда, возможно, начнут проявляться упорные руды? Будет ли это тем моментом, когда мы обнаружим, что невозможно будет получить высокое излечение и почему это излечение не может быть достигнуто? Наиболее вероятной причиной является то, что вы находитесь в этой переходной зоне, когда повышается процент сульфидов в руде. И что мы делаем с сульфидами и обогащением? Мы внедряем флотацию. То есть мы проводим флотацию и получаем сульфидный концентрат. Что касается флотации, у нас в Glyncore Technology есть технология Jameson Cell, технология интенсивной флотации. И также обогатительный комплекс Jameson, который представляет собой цикл флотации только на флотомашинах Jameson Cell. На золоте и металлах платиновой группы в настоящее время у нас более 40 внедренных установок и в целом по отрасли более 300. Информацию по обогатительному комплексу Jameson вы можете найти на нашем сайте или на YouTube, на нашем канале на YouTube. Речь здесь идет о замене традиционных флотомашин, которые показаны слева на компактный цикл интенсивной флотации на флотомашинах Jameson Cell, который показан справа. И преимущества здесь очевидны. Здесь и сокращение количества флотомашин, и сокращение занимаемой площади, плюс снижение электропотребления и другие моменты. Я вам рекомендую посетить наш сайт на YouTube, подписаться на него и посмотреть видео, которое относится к части флотации, для того, чтобы найти и посмотреть информацию по идеальному решению для флотации в части извлечения золота. Итак, если провести флотацию здесь с помощью флотомашины Jameson и получить сольфидный концентрат, как мы извлечем это золото? На самом деле мы не извлекаем золота на нашей фабрике, мы будем заниматься продажей этого концентрата. Теперь, когда мы его продаем, это будет означать, что мы должны продавать его на определенных условиях в третьей компании, и нам будет оплачивать стоимость золота, потому что мы не извлекаем его. Но нам все равно заплатят за части этого извлечения. И теперь вопрос в том, действительно ли такой вариант подходит для всех предприятий. Можете ли вы продать такой концентрат? Будет ли экономически выгодно перевозить такой концентрат? Это основные вопросы, которые необходимо задать. И тогда мы должны ответить, что произойдет, если продажа концентрата не подходит для вашего предприятия. И здесь мы должны решить, какое действие будет следующим. В Глинкор Технологии, если рассматривать эту проблему, мы применяем поэтапный подход. Мы анализируем, можем ли мы поднять извлечение золота в цикле сакционного ценирования. И здесь мы рассматриваем в первую очередь внедрение технологии сверхтонкого измельчения, такой как Айзамил. Для того, чтобы поддержать извлечение на высоком уровне. Зачем нам ее внедрять? Это связано с тем, что технология Айзамил обеспечивает очень узкий диапазон крупности продукта. и эта технология с очень высокой энергоэффективностью. То есть фактически мы можем раскрыть нужный нам минерал, в частности золото, и получить доступ к нему. У нас установлено большое количество мельниц на драгоценных металлах, а также на доизмельчении перед ценированием. И это первый шаг, который вы делаете, когда необходимо решить вопрос с падением извлечения золота в цикле ценирования. Таким образом, доизмельчение, в частности, доизмельчение на мельнице Айзамил, оно идеально подходит для золота в перите или если у вас более простая минералогия руды. Итак, Айзамил нам может помочь поддержать извлечение золота в цикле ценирования. Это означает то, что мы извлекаем это золото и мы получаем 100% стоимости золота, которое извлекаем. Сможем ли мы получать аналогично высокое извлечение, даже если мы пойдем дальше сульфидного месторождения? В некоторых зонах, да, мы все еще сможем поддержать требуемое нам извлечение, но при других обстоятельствах, даже в переходной зоне, возможно, не получится достичь такого высокого извлечения только за счет доизмельчения. И это может быть, например, комплексное многокомпонентное рудное тело или может повышаться содержание таких минералов, как мышьяк. И что мы будем делать, чтобы повысить извлечение золота в таком случае? Просто Айзамил здесь будет недостаточно. И именно здесь мы смотрим на полное внедрение технологии процесса Альбион, который включает нашу мельницу Айзамил и реакторы кислительного вычелачивания. Соответственно, устанавливается Альбион на питание сульфидного концентрата. Итак, чтобы мы смогли достичь очень высокого извлечения золота во всех случаях в этой области, по мере отработки рудного тела нужен процесс Альбион. Если внедрить Альбион, какие у нас будут результаты? И, конечно же, здесь слайд с одного из наших проектов по золоту. Это наша фабрика Геопромайнинг в Армении, фабрика нашего партнера. Здесь покажено содержание серы. Содержание серы, соответственно, варьируется в питании на фабрику в диапазоне от 10 до 35%. Здесь показано извлечение золота на Альбионе и также показано проектное извлечение. То есть при таком варьировании питания в питании серы извлечение все равно остается на достаточно высоком уровне и выше проектного. Это то, что возможно с технологией Альбион, то, что возможно после внедрения этой технологии. И следующий вопрос – где это реализовано? Если рассматривать и суммировать все решения, которые мы обсудили, которые можно применить для того, то повысить извлечение в цикле сорбционного ценирования, в цикле CIL. Первое решение – это, конечно же, будет технология интенсивной флотации Jameson Cell, для того, чтобы получить сульфидный концентрат. У нас около 40 установок на золоте и металлах платиновой группы. Далее мы смотрим, что является следующим шагом к повышению извлечения. И здесь рассматриваем технологию IZEMIL, то есть до измельчения или сверхтонкое измельчение. 15 мельниц у нас установлено перед ционированием, в циклах перед ционированием, на других применениях более 130 установок. И затем, если мы рассмотрим максимально полную реализацию, то это будет IZEMIL в сочетании с реакторами окислительного выщелачивания, то есть непосредственно комплексный процесс Альбион. Это ZIPA TENG и HyperSpatch. Таким образом, вы можете использовать этот поэтапный подход, когда работаете над экономическими аспектами реализации вашего проекта и, соответственно, оценкой вариантов повышения и извлечения золота в цикле сорбционного ценирования. Рассмотрим пример того, как проходит реализация проекта. Например, у вас есть проект, для которого потенциально подходит процесс Альбион. Первый шаг – это оценить применимость технологии. И мы рассмотрим несколько ключевых требований для процесса Альбион. Учитывая, что это процесс окисления сульфидов, очевидно, нам нужен определенный процент сульфидов в питании для того, чтобы запустить процесс Альбион в автотермическом режиме. Нам нужно минимум около 10% сульфидов в питании для Альбиона. И таким образом, зная процент сульфидов, который у нас есть, и понимая, сколько золота содержится в вашем питании, можно определить соотношение золота к серии и потенциально понять, подойдет процесс Альбион или нет. Если у нас будет низкое содержание сульфидов, то, очевидно, нам потребуется повысить содержание сульфидов. И мы будем здесь использовать технологию флотации, такую как Jameson Cell. Для того, чтобы повысить содержание сульфидов и оценить применимость технологии Jameson Cell и результаты на технологии Jameson Cell, потребуется провести стандартный флотационный тест в лабораторной машине по нашей методике или мы можем рассмотреть результаты имеющихся испытаний и флотационных тестов для того, чтобы оценить и рассчитать типоразмеры флотомашин Jameson. Следующим шагом будет заполнение опросного листа. И далее на основании нашей базы данных мы сможем предоставить вам оценку капитальных и эксплуатационных затрат для вашего проекта в диапазоне плюс-минус 45-50%. Итак, у нас есть проект, и следующим шагом будет провести тест на применимость. Это фактически лабораторный тест, который дает ответ «да» или «нет». То есть процесс Альбион применим для проекта или нет. и какие показатели могут быть достигнуты в принципе. Требуется минимальное количество пробы. Здесь всего около килограмма. Мы проанализируем состав пробы, оценим ключевые минералы, чтобы понять, как они будут выщелачиваться и убедимся, что мы проводим тест на применимость в оптимальных условиях для того, чтобы получить максимально высокие показатели. Поэтому тест на применимость, который является тестом «да» или «нет», означает, что мы всегда ищем наиболее оптимальные условия. После того, как мы проведем тест на применимость, мы можем рассмотреть возможность подготовки технического исследования класса 5. Оценка капиталовложения здесь будет на уровне плюс-минус 40%. Таким образом, мы будем использовать нашу базу данных для оценки стоимости механического оборудования, а затем сделаем факторизованную оценку для того, чтобы мы могли понимать бюджет проекта. Итак, тест на применимость технологии «Альбион» показал положительный результат, поэтому вы идете дальше. Здесь есть два ключевых момента. Первый – это нам нужно понять энергопотребление, чтобы мы смогли подтвердить и рассчитать типоразмер мельницы «Айзамил». Мы проводим тест на «Айзамил». В России его можно провести в лаборатории ТОМС, они аккредитованы. Получаем кривую удельного энергопотребления. И еще одна ключевая вещь для реактора накисленного выщелачивания – это проведение кинетического теста. Этот тест позволит понять и определить кинетику реакции, для того чтобы мы смогли определить типоразмеры и количество реакторов выщелачивания. И чтобы выполнить этот этап работ, потребуется уже намного больше пробы, около 25 килограмм. Подходим мы к этапу 3. То есть, соответственно, это будет следующий этап разработки проекта. У нас есть базовый объем для комплекса «Альбион» в фазе класса 3. То есть мы проводим здесь тестирование вариативности плюс тестирование сопутствующих процессов, которые включены в комплекс «Альбион». Это такие, как оценка разделения твердой и жидкой фаз, сгущение и так далее. И ключевой частью нашего проекта является то, что мы можем выполнить весь наш проект, начиная с лабораторных опытов, то есть без пилотных испытаний. Нам не требуется проводить пилотные испытания для того, чтобы предоставить технологические гарантии. Мы все можем отработать в лаборатории, на лабораторном уровне. Но если вам все-таки требуется провести пилотные испытания, у нас есть пилотные установки, которые мы можем направить на площадку для того, чтобы подтвердить показатели, полученные в лаборатории. Но для нас пилотные испытания не являются абсолютно необходимостью. По мере развития проекта мы используем достаточно гибкий подход в части разработки плана реализации проекта. Мы обеспечиваем разработку технологического процесса и осуществляем комплексную поставку нашего ключевого оборудования. Ключевое оборудование технологическое включает это айзамил, милиция, и реакторы кислительного щелачивания. Соответственно, они идут в комплекте с диспергаторами, хайперспадж. Далее мы предлагаем поддержку в части надзора за монтажом, услуги по опусконаладке, когда мы приезжаем на объект для того, чтобы выйти на проекты и показатели максимально быстро. У нас также есть договоренность с компанией GeoProMining в Армении, где работает процесс Albeon. Договоренность о том, что мы можем отправлять туда операторов для обучения с целью получения опыта работы с технологией и переноса этого опыта и знаний на ваш новый проект по технологии Albeon. У нас есть несколько лабораторий, с которыми мы работаем. В Австралии это КОР, лаборатория КОР. Также у нас есть, мы работаем с Лейкфилд СЧС. В России это институт ТОМС. И, соответственно, в Армении наш партнер Гео, компания GeoProMining. Поэтому, если мы говорим о тестировании, вы можете обратиться непосредственно к нам или в указанные лаборатории. И на этом слайде я хотела бы запустить опрос, потому что мы, в принципе, подходим к завершению вебинара, подводя итог всему, что мы сегодня обсуждали. В частности, как повысить извлечение золота. На самом деле, речь идет о повышении дохода от золота за счет вашей фабрики. Если взять только самое начало, когда есть окисленная руда, когда у вас есть только цикл сорционного ционирования, именно в этот период вы получаете высокие показатели извлечения. Но когда вы пройдете через переходную зону рудного тела или нескольких тел, здесь будет самое высокое содержание сульфида. И именно тогда вы сможете увидеть проблему с возможностью извлечения этого золота. Как мы можем повысить это извлечение? Этот период мы рассматриваем как переход к сульфидам. Первым шагом будет внедрение технологии интенсивной флотации, такой, как наша флотомашина Jameson Cell. Соответственно, теперь мы получим высокое извлечение золота, но мы можем не получить высокую прибыль от этого золота, потому что нам придется продавать этот тюльфидный концентрат кому-то другому для его переработки. Поэтому мы по-прежнему будем повышать извлечение золота до получения прибыли, но мы передаем часть этой прибыли другой компании, которая покупает наш наработанный концентрат. Это может быть решением для многих фабрик, так как с обогатительным комплексом Jameson капиталы вложения будут максимально низкими. И с сокращением площади при использовании технологии Jameson Cell вы сможете продать этот концентрат и начать увеличивать свою прибыль, чтобы иметь возможность окупить вложенные средства. Но это может быть применимо не ко всем проектам, не ко всем предприятиям, или вы можете извлекать это золото в пределах вашей фабрики. Именно здесь мы сначала приступим к интенсивной айзамил для тонкого измельчения и получения доступа к высвобожденному золоту, чтобы эффективно отработать цикле ционирования. Все зависит от того, с какими минералами связано золото. Айзамил в принципе может быть достаточно, чтобы получить доступ к нему. До того, как оно попадет в цикл сакционного ционирования, но если у нас будет более сложная минералогия, только за счет внедрения тонкого измельчения можно не получить такого высокого измельчения. И здесь мы должны рассмотреть вопрос о внедрении нашего комплекса процесса «Альбион» нашей технологии. И таким образом нам нужно сначала организовать, внедрить флотацию для того, чтобы получить сульфидный концентрат с максимальным содержанием сульфидов. Дальше рассмотреть внедрение технологий тонкого измельчения, такой как айзамил. То есть поэтапный подход, опять же возвращаемся. И далее это уже окисление концентрата, наработанного концентрата с помощью технологии процесса «Альбион». Это все позволит повысить эффективность цикла сакционного ционирования и поддержать стабильные показатели на всем протяжении отработки месторождения. И поскольку мы перерабатываем концентрат в рамках процесса «Альбион», прибыль, которую мы получаем, принадлежит нам. И третьи компании здесь не вовлечены. И в заключение я хотела бы поблагодарить всех за участие в нашем вебинаре. Как я упоминала ранее, если вы хотите посмотреть какие-либо вебинары, которые мы проводили в последнее время, они есть на нашем канале на YouTube. Некоторые вебинары также представлены на нашем сайте. Следующий вебинар по процессу «Альбион» мы планируем в сентябре-октябре этого года. И он будет касаться технологии «Альбион» в части выщелачивания руд цветных металлов. Будем рады вас видеть и благодарим еще раз за участие. Продолжение следует...